доброе время суток с вами программа азия большая игра и я ведущий давид эдерман а у нас гостях по скайпу грузинский полуэлитолог гела васадзе здрасте дело добрый день добрый в прошлой программе мы с вами говорили о ситуации вокруг грузии что все кипит иран турция азербайджан армения все вот в таком этот нервном состоянии так этот русский медведь иранский лев и тогда думаешь а как же так этот спокойные мирные грузинские барсы находятся в этой тяжелой ситуации вопрос что происходит в самом самой грузии вот меня вчера попала новость на глаза что партия грузинская мечта категорически возражает и официально выступает в проведении гей парада в тбилиси вопрос что так задевает грузинскую мечту в этом вещи были ли в грузии раньше гей парады почему они сейчас против нет ну раньше гей парада в грузии особых не было ну 17 мая там то что они называют то что там активисты лгб это называли гей парадом это назвать достаточно сложно а то что почему грузинская мечта против но я скажу что это доказательство того что в грузии хоть и несовершенная но все-таки демократия то есть грузинская мечта очень сенситивно своим избирателям и так далее по на самом то деле просто ну нужно хорошо понимать вообще суть отношения вот к этому явлению в грузии как и во всех странах в общем-то ближнего востока к этому явлению относились достаточно спокойно именно в городах то есть в городе это было да были вот в том же тефрисе в 19 веке были кинту и к ним было распространено это достаточно но к ним относились спокойно даже в какой-то степени с юмором но особо значит никаких таких сенситивных реакций таких вот нервных не было потом пошла урбанизация пошла урбанизация начали приезжать люди из села традиционного общества этот процесс урбанизации этот процесс перемалывания деревни городом он идет ну и соответственно многие политические силы пользуются тем что мог европейский выбор это сделать из тех добропорядочных грузин лиц нетрадиционной ориентации разрушить семью и так далее этим всем пользуются достаточно серьезная пропаганда идет и в силу этого значит грузинская мечта совсем не хочет чтобы вот этот пласт людей агрессивных достаточно людей которые считают что европейский выбор это выбор в пользу той или иной сексуальной ориентации в общем-то как-то потерять его тем более что сейчас впереди выборы где грузинская мечта должна набрать 43 процента чтобы победить странно неправда цифра 43 процента чтобы победить тем не менее а если она не наберет 43 процента то соответственно будут новые выборы поэтому в общем-то понятно нежелание грузинской мечты рисковать и делать очередной стресс стресс-тест для своей своих избирателей своей политической системы уже сейчас есть силы ультраправые которые заявили что они будут препятствовать причем препятствовать физически в общем-то я скажу так что за последние годы достаточно сильно изменилось отношение к этому ко всему оно потихоньку становится спокойно в принципе у большинства и так было спокойно спокойно успокаивается вот эта агрессивная часть но как чем меньше их остается тем более они агрессивными становятся никогда там давным-давно в грузии рассказали анекдот про ну как этот профессору грузинскому задали во время лекции вопрос про александра македонского и юлия цезаря стал студент и говорит как может быть что александр македонский юлия цезарь были геями а профессор поэтому вот борис моисеев он гей элтон джон он гей а юлия цезарь александр македонский какие они геи это наши настоящие боевые пидорасы вопрос не мне про геев а про то что обычно вопрос гей парадами такая лакмусовая бумажка для определения разных частей политического сектора спектра и так далее можно ли сказать что грузинская мечта вот исходя из этих заявлений опирается на более консервативные силы грузии сегодня это было бы очень просто сказать но на самом-то деле я скажу так что консерваторах хватает во всех политических силах среди избирателей не среди политиков другое дело что раз уж мы туда заговорили про анекдоты нотарелка только у меня и у гоги был такой анекдот то есть используют вот эту гомофобскую риторику в своих скажем так выступлениях очень ограниченная маргинальная силы а все остальные политики они так молчат но если естественно они тоже не хотят терять своего избирателя который из глубинки почему он может билиси но он просто из глубинки он там вырос он вырос в другой среде для него это неприемлемо на почве на тем более на фоне того что ему говорят что вы знаете вот сейчас нас всех заставят мужчин задеть надеть колготки и ходить вот в розовых колготках что вот это так что тут сказать что именно только у грузинской мечты такой консервативных электорат там консервативного настроена электорат в общем-то традиционный патриархальный если хотите но он достаточно велик в грузии и линии размежевания идет совсем по-другому окей а если бы этот мы ответили на эту тему который хотел осветить я хотел задать еще два вопроса первый вопрос в он прошло голосование о праве беженцев праве на возвращение на возвращение праве на возвращение это не совсем беженцы потому что они как бы в своем государстве находятся но в этом и голосование которое было в пользу грузии это вас при не расскажите немножко об этом и скажите это воспринимается как большая победа грузинской дипломатии или как нет ну какая большая победа это воспринимается как обычное абсолютно обычное обыденное явление то есть все голосования проходят так в начале было против и воздерживалось большее количество стран сейчас число стран которые за оно потихоньку раз но если мы возьмем такие большие периоды например пять десять лет назад и так далее растет там может быть зависит один две страны туда в ту или другую сторону это зависит от того сколько стран присутствует тогда момент голосования потому что кто-то вышел покурить туда вышел пообедать и это тоже скажем так показатель работы грузинской дипломатии есть страны которые для нас но а дальше это уже размышления и рассуждения специалистов то есть в обществе это никак не обсуждается да вот так и так прошло голосование вот как обычно оно прошло а дальше это рассуждение и действительно вот анализ специалистов где бы мы могли бы еще поработать чтобы мы могли сделать что сделала наша дипломатия не так почему мы не работаем со странами которые являются нашими важнейшими партнерами с которыми нам стратегически важно иметь очень близкие партнерские отношения и в этом этом вопросе скажем так ну не с одной из такой ни одна из таких стран конечно же не голосует против поэтому против голосует так называемая сирийская арабская республика которая уже не сирийская уже не на сколько помню грузия получала 70 голосов за и 4 и 14 8 80 голосов за 78 по моему я сейчас не помню против и не против это воздержались и по моему 14 против но 14 против там разные страны там первая российская федерация естественно потом идут страны которые в принципе не завязаны очень прочно на россию из этих стран и союзника в россии проголосовала против только беларусь получается и дальше идут страны такие как никарагуа венесуэла сирия вот эти страны которые в общем то ну не знаю союзники по крайней мере ну для них тут еще нужно добавить последовательно антизападность и это антизападность и антиамериканизм этих стран у меня у меня вопрос в другом я я понимаю расклад что кто более западный кто хочет более участвовать глобальном мире тот голосовал за ну кроме допустим израиля у которого есть собственные проблемы или может быть просто не друзья не недостаточно этот прокрутил этот вопрос опять-таки у израиля собственный сейчас был пауза твеги смерти министерства иностранных дел ладно за израиля прошу прощения но у меня нет другой вопрос а какой это имеет реальная ну как это реально повлиять на ситуацию ведь у нее нету никаких механизмов осуществления этого никак не повлияет на ситуацию но это рейтинговое голосование это голосование которое показывает отношения стран грузии это голосование которое показывает качество работы наших дипломатов в общем реально как это повлияет нет никак я сразу же говорю не повлиять с другой стороны резолюции он они существуют для того чтобы рано или поздно быть выполнен и это мы и последний вопрос дело последний а у меня у жены было день рождения вот где-то не 10 назад мы зажима мы обычно день рождения и и выезжаем и чаще всего в грузию в этот раз у нас снова была идея но потом объяснили что грузия красная к вам ехать нельзя у вас комендантский час еще 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 короче говоря полетели мы в греции вопрос что у вас коронавирусами когда вы собираетесь выздоравливать ну я скажу так что с коронавирусом у нас примерно то же самое что и у всех остальных кроме пожалуй израиля потому что вот на насколько я понимаю израиль единственная страна который действительно провела вакцинацию правил вакцинацию это первое за какой какой процент вакцинированных грузии полностью вакцинированных около двух двух процентов да 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 полностью около двух чуть может быть чуть больше три но это же не принципиально важно вот так вот но при всем при этом заразиться коронавирусом у нас можно точно так же как одинаковые шансы заразиться коронавирусом в грузии в азербайджане в армении в турции там в казахстане или россии или в украине на в казахстане по моему вакцинация идет гораздо более сильными темпами вакцинация идет да но уровень пока это не отразилось на этом самом на уровне я рад я очень рад потому что 29 числа мне лететь в казахстан и мои домашние очень сильно нервничают что вот я поеду на что я сказал что ребята в казахстане заразиться можно точно так же и в в казахстане тут уже не зависит от того где ты находишься особо поэтому я думаю что где-то приблизительно у нас ну сто или сто или то есть нигде нет такой катастрофических провалов нигде нет но в то же самое время повода для оптимизма в грузии нет в казахстане идет вакцинация если мы говорим про казахстан и это здорово это означает что со временем будет все хорошо будет ли все хорошо со временем грузии но может быть вокруг если весь мир вакцинируется то грузия выработает коллективный иммунитет сама по себе ну или в конечном итоге наше правительство возьмется за это и тоже вакцинирует я вам желаю я вам желаю в этом отношении быть похожими на израиль и победить коронавирус оставить его позади оставить его в истории но я только в этом отношении быть похожими на израиль но не с ним получается пока спасибо гела с вами была программа азия большая игра и я ведущий давид эдельман а у нас сегодня в гостях по скайпу был грузинский политолог гела вас адзия